так друзья пока я тут планирую съемку вернее даже так алиска в общем отдыхает говорят народу нравится когда я показываю алиску потому что она просто прелесть и очень любит позировать поэтому стараться ее показывать почаще вот так она часто валяется отдыхает после тяжелых будней всего обиделась какие тяжелые будни не обычные путь не нравится буду снимать так так что да наверно так выйдет раньше чем вся эта болтовня поэтому и раздумья по поводу того как мне скомпоновать мои влоги в общем ладно а может даже вы мне скажите как вам больше нравится пп влоги отдельно от обычных влогов или лучше все влоги объединить вместе но с другой стороны я сегодня утром когда умывалась у нас перегорела лампочка в ванной и я хотел ее поменять но не нашла евро лампочки дома вот в общем я решила пока я значит у нас есть свет как бы над зеркалом непосредственно и пока я там начата про принимала водные процедуры мне пришла мысль в голову что вчера я снимала кусочек пп влог где снимала рецепт рулетов которые я традиционно для себя делаю и там я сказала что отдельно рецепты я снимать не буду но сегодня мне утром пришла мысль в голову что иногда я делаю рецепты не пп абсолютно не пп и эти рецепты я как бы эти блюда я готовлю для мамы и пару раз было в запросах показать эти рецепты поэтому наверно все таки рецепты отдельно будут но это будут не пп и я пока даже не знаю куда их включать то есть либо это будут просто рецепты отдельном видео либо это будут рецепты в обычных влогах вот я не знаю как бы стоит ли заморачиваться насчет рецептов отдельно либо это будут рецепты во влогах но тогда нужно делать отдельно влоги обычные и влоги пп напишите мне в комментариях как вы думаете на этот счет как лучше рецепты отдельно или рецепты во влогах просто разделить их тематически вид из окна довольно позитивный радует что дождя нету вот в общем пошла я снимать тег увидимся то же замерзла Ну, посмотрите, какой дубак стоит в квартире, что кисонька тоже спряталась под одеялко. Моника и кисонька замёрзла. Так, друзья, хотела вам похвастаться моими покупками, пока что в таком виде. Друзья, хотела что сказать, что когда выходишь из депрессии, из глубокой, понимаешь, что на самом деле-то всё прекрасно и замечательно, и жить хочется, и хочется жить с удовольствием. Поэтому, вступая, так сказать, в новую свою жизнь, где должен быть один позитив и удовольствие, и где я должна быть собой довольна и довольно окружающим меня миром, в принципе, я уже на этой ступени, но всё-таки хочется ещё быть довольной собой, несмотря на лишний вес, всё-таки хочется хороших каких-то вещей. В общем-то, у нас рядом с домом открылся новый магазин «Дисконт», и там совершенно приемлемые цены и очень хорошие вещи, довольно качественные. Вот, и, в общем-то, всё это я приобрела, но не только там я ещё в фикс-прайс забегала. Вот, но там, кстати, цены практически такие же, как в фикс-прайсе. Вот, например, лопаточка стоила, по-моему, мне 60 рублей. В общем-то, кстати, бутылку купила за 120, и она немного больше, чем в фикс-прайсе. Даже нет, не 120, а 200 она стоила, но здесь есть отсек, его можно использовать как для льда, так и для фруктов. И сейчас не скажу, сколько здесь объёмно, по-моему, здесь около 800 миллилитров, но здесь заклеено. Я потом подпишу на видео. Так вот, там бутылочек было очень много всяких разных, я долго выбирала, там и цвета разные, и по форме разные, и закрываются по-разному. Где-то есть внутри контейнер, где-то нет, при этом они все по цене отличаются, то есть без контейнеров они дешевле, без внутренних вот этих с контейнерами, чуть подороже. Взяла формочки к Новому году, хотела в виде ёлочки, в виде человечка и колокольчика. Вот, в общем-то, ну в принципе, то есть вот мои обновки, и если интересно, во второй части видео будет примерка, так что не переключайтесь, увидимся чуть позже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok